Этот вид спорта официально не признан в России, но наша сборная уже чемпион мира. Сегодня ночью в Новосибирск вернулись спортсмены, которые победили на родине единоборства во Вьетнаме. Лия Арзаева о боях и правилах. Ура! 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 У Значит, надо лучше готовиться, тренироваться. Надеюсь, что в следующем году мы снова попадем на этот турнир. И, я думаю, все покажут более лучший результат. Опять же, это спорт. Такое дело, что загадывать не получается. Опять же, кто как готовится, то так и выступает чаще всего. Плюс все равно есть форс-мажорное обстоятельство. Некоторых они какую-то часть результата забирают. Боевое искусство Вовинам Вьет Водао относительно молодое и ведет свою историю с 1938 года. Оно возникло в разгар Вьетнамской войны и имеет ряд особенностей. В частности, одной из визитных карточек является захват ногами, выполняемый в прыжке. Так называемые ножницы. Медали – это не единственное радостное событие для некоторых спортсменов. Так у серебряного призера Афанди Агаяна во время чемпионата родилась дочь. Сегодня, завтра уже все станут дважды отцом. Как бы все выступили там уже. Я в какой-то степени даже рад, что это произошло после всего мероприятия, после соревнований. Если бы это было до соревнований, то опять же психологически себя настроить бы, зарядить тяжело бы было. То есть, 13-го числа у меня дочка родилась и все уже поскорее домой уже все. В Вьетнам в России только набирает популярность. Скоро в Новосибирске появится собственная команда. А пока ребята готовятся к чемпионату Европы, который пройдет в следующем году. Алия Арзаева, Тимур Серебряков, Василий Тополев и Олег Сурков. Новости ОТС.